Последние два года на базе Сухумской детской поликлиники проводится глубокое диспансерное обследование, в ходе которого медики фиксируют высокий уровень заболеваний желудочно-кишечного тракта у школьников. Как объяснила врач-педиатр Дарья Тарасова, дело не в том, что дети стали чаще болеть, просто уровень выявляемости недугов возрос. Наверное, на первую ступень можно поставить дискинезии желчеводящих путей, то есть это всевозможные деформации желчного пузыря, что, как правило, связано с нарушениями питания, в первую, наверное, очередь, во вторую очередь с частыми воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей и неправильным лечением самостоятельно у родителей детей. На вторую, ну даже, они, наверное, правны в долях между собой, это воспалительные заболевания желудка, чаще всего, и 12-перстной кишки, то есть это гастриты, гастрододениты. Почему? Потому что распространенность бактерий хеликобактер повсеместно, то есть оно достигает до 90 с лишним процентов. Основа и залог здорового организма – правильное питание. И эту давно известную истину не стоит забывать. Ну, так приоритеты советского времени так остались, что ребенок получает суп, да, там, второе, кисель, там, или компот. То есть наши приоритеты, да, вот такие. То есть там говорить о том, что должен ребенок поесть суп или не должен, это уже не так важно. Но ребенок должен получить адекватный прием пищи, сбалансированный по всем нутриентам, то есть белкам, жирам, углеводам, и получить достаточное питье. Но как обеспечить ежедневный горячий обед ребенку, если более половины из 15 столичных школ не оснащены кухонным оборудованием для приготовления пищи? В наших школах номер 2, 4, 5, 11, 13 и вспомогательная школа. Эти столовые оборудованы. Там горячие завтраки, обеды и полгники. Остальные школы, там имеются буфеты, но в некоторых школах даже нет посадочных мест. Там привозят только готовую продукцию. Хлебобулочные изделия, соки. Те школы, в которых есть оборудованные столовые, находятся на государственном обеспечении и, соответственно, под госконтролем. Продукты напрямую поставляет Абхазуниверсалторг, а качество приготовленной еды проверяет санэпидемстанция. В остальных школах буфеты сданы в аренду. Но, как уверяет Людмила Адлейба, это никак не отражается на соблюдении санитарных норм. У них у всех есть перечень допустимых продаж продуктов и недопустимых. В каждой школе это есть. Независимо, они арендуются, эти помещения, или же они государственные. Чтобы убедиться в том, что вредные для детей продукты действительно не продаются в образовательных учреждениях, мы посетили вторую школу. Здесь хорошо оснащенная кухня, несколько поваров, большой ассортимент горячих блюд. Цены ниже рыночных. К примеру, порция макарон с котлетой обойдется ребенку в 35 рублей, а картофельное пюре с жареной рыбой в 50. Нельзя сказать, что дети редко покупают горячие обеды, но и запрещенными продуктами интересуются часто. Дети часто спрашивают такие вещи, как чипсы, газировку. Но мы не можем продавать, потому что санэпидемстанция нам не разрешает, и по санитарным нормам мы не имеем права это продавать. Совершенно противоположная ситуация сложилась в 14-й школе. С тех пор, как во время войны была разрушена столовая, и вплоть до этого года здесь не было даже буфета. Дети бегали в ближайшие магазины, покупали там свои любимые чипсы, сухарики, газировку и шоколад. По словам директора школы Риты Бения, в результате ученики регулярно жаловались на боли в животе, тошноту, рвоту, порой даже приходилось вызывать скорую помощь. Ситуация изменилась лишь в начале этого учебного года. В этом году мы постарались открыть в школе вот такой буфет. Нам помог, конечно, арендатор, с ним заключили договор в управлении образования. Они постарались создать, насколько можно, условия. Здесь и холодильное оборудование у них, и микроволновка стоит, и выпечка свежая ежедневно привозится. Вообще мы стараемся, конечно же, побольше, как бы и сладостей, и выпечки, и всего. Больше дети как бы интересуются выпечкой. Это булочки у нас очень хорошо идут, и соки добрые, и моя семья. Очень часто спрашивают то, что запрещено. Чипсы, кола, обижаются, отворачиваются, уходят. Очень часто. К следующему учебному году в 14-й школе закончится строительство новой полноценной школьной столовой на 76 посадочных мест. Она будет воссоздана на месте старой, довоенной столовой, благодаря помощи президента Абхазии Рауля Хаджимба. Но, как показывает опыт второй школы, дети не станут меньше интересоваться запрещенкой. Как объясняет врач-педиатр Дарья Тарасова, культура питания формируется в семье. Очень важно контролировать потребление сладкого у детей, дабы не развивать лишнее возбуждение, дабы не развивать неправильное закрепление неправильного поведения. Чтобы уровень поступления сладкого не мешал ребенку развиваться и кушать правильно. То есть, если ребенок сейчас съел конфету, да, он быстро усваиваемые углеводы получил, насытился, у него теряется аппетит. Он не получает нормальный дух, он отказывается от еды. Но желудок-то пустой, то есть, через какое-то время он хочет снова кушать. Но он понимает, что зачем есть вот это невкусное, когда можно съесть конфетку и снова бегать. Как объясняет врач-педиатр Дарья Тарасова, привыкание к неправильному режиму питания происходит по двум причинам. Во-первых, когда взрослые шантажируют ребенка вредными продуктами. Например, не сделаешь уроки и не получишь чипсы. Так в сознании формируется образ запретного и оттого еще более желанного плода. Либо, когда в семье царит изобилие и полная вседозволенность. Конечно, любой родитель хочет только лучшего для своего ребенка. Порой забывая, что чрезмерная любовь тоже может навредить.